С чем обычно у иностранцев ассоциируется Россия? Небеди, балалайки, валенки и матрёшки. Так думают многие, но только не те, кто побывал в России хоть раз и поделился своими впечатлениями о самой большой стране земного шара в путевых заметках. На днях в тираж вышли сразу две книги о России, написанные известными писателями после путешествия в нашу страну. Начнём с книги Штефана Орта с говорящим названием «Осторожно, Россия». В аннотации сказано «Это реальные истории немецкого журналиста о путешествии по России, жизни на Кавказе, закауках Сибири и гостеприимных русских людях». На самом же деле эта книга – попытка автора разобраться в том, правдивы ли заявления канцлера Ангелы Меркель о том, что Путин якобы живёт в другом мире. Следующее издание тоже вышло в свет в июне этого года. Книга Джастина Хаммонда «Это Россия, детка» имеет и альтернативное название «Приключения иностранца, бросившего вызов России». И сама эта книга действительно вызов. Популярный ютуб-блогер Джастин Хаммонд рассказывает о своих приключениях в разных городах России иронично и искромётно. Товарищеньки мои, привет! Автору издания удалось подметить то, что мы порой сами не замечаем за собой. В рассказах о русском менталитете Хаммонд попадает в самую точку. Вы крутой чувак. Вы прав красавчик. Но вы хотите звучать круче, как настоящий пацан. Чтобы все тёлочки вас хотели. Своим взглядом со стороны на русские обычаи, традиции и образ жизни девица и Джон Стейнбек. Русский дневник лауреата Пуллицеровской премии издан в 2017 году. А составлен он во время 40-дневной поездки писателя Стейнбека и известного военного фотографа Роберта Каппы по просторам нашей Родины в далёком 1947 году. Но и сегодня репортажи и путевые заметки из этого путешествия по России интересны и актуальны. А многие заграничные эксперты даже считают это произведение уникальным историческим документом. Это и понятно, ведь двум американцам, кажется, удалось понять логику этих странных русских.